Привет! Вы смотрите «Как так?», а это значит, что ближайшие пару десятков минут вы проведете с пользой и узнаете, кто такие совы, как они слышат и как им удается так тихо летать. А еще, что делать, если ты нашел сову? Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Совы играют важную роль в различных культурах по всему миру. Они часто ассоциируются с мудростью, интуицией и тайнами. В древнегреческой мифологии совы были связаны с богиней Афиной, покровительницей мудрости, знаний и справедливости. В японской культуре совы символизируют удачу, защиту и долголетие. В некоторых других культурах считается, что совы могут предсказывать будущее или же предупреждать опасности. Они часто встречаются в литературе, фольклоре и искусстве, изображаются как таинственные существа, способные проникнуть в самые глубины человеческой души. Но кто же они такие на самом деле? Надо сказать, что совы – это та группа птиц, это, во-первых, ночные хищники, сумеречные хищники, которые всегда привлекали внимание. Ну, хотя потому, что сова является у нас, скажем так, символом мудрости. Вот, она всегда присутствует как бы в разных ситуациях, когда мы говорим о каких-то познаниях, вы знаете, знатоки наши, у них символом является сова и так далее. И поэтому, конечно же, сова всегда была объектом внимания и орнитологов. Ученые всегда следили внимательно за тем, как происходит, скажем так, как живут эти сумеречные хищники. Я почему подчеркиваю каждый раз сумеречные? Потому что многие считают, что совы ночные. Это не совсем точно, потому что ночью совы спят. А выходят они на охоту или поздно вечером, в сумерках, или рано утром. Впрочем, рано утром просыпаются не только совы, но и другие. И, конечно же, в этом плане мы, не зная, скажем так, не бывая ночью в лесу, конечно, мы не можем этот вопрос как бы проконтролировать, но на самом деле происходит именно так. Поэтому эти сумеречные животные, эти птицы, они всегда были объектом особого внимания. В целом, совы удивительные создания, обладающие уникальными способностями. Ну, как и у всех существ, у них есть как сильные, так и слабые стороны. Однако их уникальные качества и характеристики делают их интересными объектами для исследования. Кстати, знали ли вы, что некоторые виды сов могут прожить до 20 лет в дикой природе и до 50 лет в зоопарках, что довольно много для птиц? Охотятся они исключительно на слух, потому как глаза в сумерках уже видят не так, хотя и зрение у них отличное. Ну, если вы посмотрите, предположим, на наше с вами, так сказать, местоположение наших глаз, мы видим наши глаза, мы смотрим вот сейчас друг на друга, наши глаза, скажем так, открыты только вот в части открытого глаза, так, когда веки раскрыты. На самом деле их объем значительно больше, ну, где-то приблизительно с грецкий орех, скажем так, в среднем. У сов же, если вы вспомните, мы сейчас можем посмотреть и на картинках, на чучелах и так далее, сова, естественно, у нее совершенно другое строение черепа, и глаза при этом достаточно большие. Вот теперь представьте, при таких больших глазах, какие должны быть глазное яблоко. И это так и происходит. И поэтому у сов объем мозга, к сожалению, вынужден, так сказать, сузиться, скажем так, его объем, уменьшиться, потому как нужно место для крупноглазных яблок. Поэтому считать, что она особо мудростью обладает, к сожалению, вот я вынужден огорчить, обладает она мудростью не больше, чем и умениями, скажем так, способностями, не больше, чем другие птицы. Если вбить в поисковую строку у кого самый лучший слух, то после большой восковой моли и летучей мыши идут они, совы. Неудивительно, что кошки здесь расположены лишь на пятом месте, ведь сова, по некоторым данным, слышит лучше кошачьих аж в четыре раза. Как же им это удается? Именно у сов есть еще так называемый слуховой наружеслуховой проход, что отсутствует у большинства птиц. Ну, предположим, ведь слуховой проход, он также у нас есть, так ведь? Который заканчивается барабанной перепонкой и так далее. Он для чего нужен? Для того, чтобы концентрировать, локализовать вот этот звуковой сигнал в определенную точку, тем самым усиливать восприятие этого звука. Тем более шорохи-то, сами понимаете, они достаточно на большом расстоянии, то есть она сидит на высоте до 10 метров и слышит свою жертву под снегом. У нас с вами слух тоже усиливается за счет ушно-раковины, барабанной перепонки и так далее. И поэтому, конечно же, это тоже является плюсом для того, чтобы воспринимать вот такие вот звуки, исходящие от потенциальной жертвы. То есть вот эти особенности. На нашей планете обитает птичка, одноусый звонарь. И вот она абсолютный рекордсмен по громкости полета – 125 дБ. На таком же уровне громкость самолета на старте. Звук работающего отбойного молотка примерно 100 дБ, а болевой порог человеческого уха – 130. А вот совы – рекордсмены по тихости полета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У сов специальным образом устроен еще и оперению. Мы дошли, видите, еще до определенного, так сказать, качества, который позволяет ей жить вот по совинам, скажем так. Вот если вы вспомните строение пера, ну что такое перо? Это стержень, на котором есть так называемая апахала. Так вот, апахала – это состоит из большого количества мелких бородочек, а не нескольких уровней, и это создает прочность оперения любого пера. Вы знаете, даже если перо разойдется, его можно пригладить, и апахала опять восстановит свою целостность. А у сов есть еще одно свойство. Каждая, значит, вот эта вот бородочка на апахале имеет небольшое завихрение, крючочек, скажем так, на конце, которое сглаживает звук летящей птицы. Поэтому, когда летит, например, утка или гусь, или цапля, или даже некоторые хищники, от хлопанья крыльев слышите, как будто аплодисменты, если летит большая стая и так далее. То есть мы слышим летящую птицу. У сов полет бесшумный, благодаря особому устройству пера у этой птицы. В принципе, перо у сов, перьево-покров, он достаточно рыхлый, но при этом, естественно, вот эти вот завихрения, скажем так, при полете крыльев и соприкосновения с воздухом, сглаживаются за счет особого строения пера у совообразных птиц. Поэтому она летит бесшумно. Поэтому, в принципе, понятное дело, вот, ну, представьте, летит сова на расстоянии, там, 10-15 метров, она видит свою жертву. Если летит хищник, создая свист крыльев, это же стремительный полет, мышь ведь тоже не глупа, она тоже миллионы лет приспосабливается тому, чтобы выжить, она, естественно, услышав ей мгновение, достаточно, чтобы она нырнула куда-нибудь. Так, и тем самым спасла свою жизнь. Вот. А вот когда сова на нее, она ее не слышит. Поэтому сова практически сваливается на ее голову, как гром среди ясного неба, скажем так. Вот. Вот это тоже особое устройство, поперение и так далее. Что у нас ассоциируется с совами? Мудрость, ум, степенность, мистика, что, где, когда, Винни-Пух, смешарики. И в этом ассоциативном ряду образ совы более-менее одинаков. Это мудрая птица, хранительница сакральных знаний, а иногда и предвестник метафизического. Об этом говорилось ранее. Помните, был такой сериал «Твин Пикс». Там была одна очень хорошая фраза. Совы не то, чем они кажутся. Может, они все-таки не так уж и умны. То совы не отличаются от других птиц. Это однозначно. Но поскольку и объем головного мозга, и возможности головного мозга у сов достаточно ограничены. В силу того, что объем его не такой существенный при общих пропорциях, скажем так, того, что находится внутри черепной коробки у сов. Это первое. Второе, значит, совы, будучи сумеречными животными, то есть тот самый сложный, скажем так, набор поведенческих актов, он достаточно ограничен. Потому что в дневное время, понятно, птицы постоянно находятся в окружении огромного количества своих же соплеменников, других видов и так далее. Тут много чего, много факторов. И поэтому они всегда должны быть готовы к нападению, к защите, к добыванию пищи, там, предположим, к перелетам, к сигналам соседей, там, предположим, птенцов и так далее. У сов в этом плане, понятное дело, они хозяева ночи, мы говорим. То есть в этом плане вот этого вот большого, так сказать, набора поведенческих актов, в принципе, здесь не следует особо утруждать себя. Собственно, так оно и получилось. То есть они охотятся, добывают. Естественно, во время гнездования добавляется все, что связано с заботой о потомстве, строительством гнезда. Кстати, таковое поведение у сов имеется. То есть у них тоже, когда образуются пары, самцы, самки, естественно, хотя они образуют порой пары, особенно крупные совы, образуют пары достаточно длительное время, вот, они проявляют, вот, так сказать, нежность по отношению своего партнера и такие же, так сказать, приятные, так сказать, звуку сигналы какие-то звуковые подают, перышки топорщат, ну и так далее. То есть это все, так сказать, нежности, это все характерно даже для таких вот сдержанных организмов, как совы. Вот, поэтому говорить о том, что у сов особый, так сказать, интеллект, тут, к сожалению, не приходится. Птицы – удивительные создания, и каждый вид имеет свои особенности в построении гнезд и жизни. Например, кукушки не делают свои гнезд совсем, а яйца с птенцами подкидывают другим птицам. Певчие пернатые, такие как скворцы, устраивают гнезда в карнизах, за наличниками, в заброшенных постройках, в дуплых старых деревьях, в высоких пнях и так далее. Пингвины делают гнезда из камней и ракушек на берегу, чтобы защитить своих птенцов от хищников и ветра. А как гнездятся совы? Дело в том, что совы гнездятся, естественно, в самых глухих местах, как это, собственно, и должно быть, потому что они сами днем-то скрытны, а во время гнездования тем более не пытаются скрыть. Но, тем не менее, они используют для этого старые гнезда многих птиц. Те же самые вороны поставляют, сороки поставляют для сов, место для гнездования. То есть они успешно там осваивают это сброшенное прошлогоднее старое гнездо. Это раз. Некоторые совы успешно гнездятся в дуплах. Но таких дупел, чтобы они были крупные, чтобы такая большая птица, как сова, есть у нас ее достаточно крупные, не всегда находятся, и поэтому чаще всего это естественное дупло, которое в результате растрескивания на протяжении десятков лет расширялись, подгнивало что-то там и так далее. И вот образуется такая внутренняя полость внутри старых деревьев, где они успешно гнездятся и так далее. Ну и, естественно, в условиях города мы вот наблюдали тоже такие же гнезда и старые гнезда ворон у нас есть вот в парке Горького, например, ушастые сова гнездились многие года и так далее. А гнездо же старые вороны использовали, например, во дворе Казанского университета несколько лет подряд гнездилась та же самая ушастая сова. Кстати, из всех 12 видов сов, которые обитают на территории Татарстана, 12 видов, из них ушастая сова самая, скажем так, передовая в плане сенатерпизации. Именно она, она не только в Татарстане, она и в других регионах успешно осваивает город, и мы ее чаще видим даже в городе, чем где-то там в лесу и так далее. Вот она достаточно заметная, а у нее ушки, так сказать, поэтому название ушастая сова и так далее. Вот, и поэтому вот это гнездование, конечно, оно, так сказать, является уникальным для города, даже для ушастой совы, потому что это, ну, понятное дело, крупная птица, вот, тем более она достаточно заметная. Некоторые наши сограждане очень любопытны. Особенно, если этим гражданам до 18 лет, и они отлично умеют карабкаться по деревьям. И иногда им в голову приходит мысль заглянуть в птичье гнездо. Идея сомнительная, как минимум потому, что лезть в чужое жилье не очень-то прилично, даже если это птица. А посещение совиного гнезда затеи еще и опасны. Независимо от того, какая это птица, сова или не сова, если сова, она тем более будет заметная, вот, не надо никогда проявлять свое излишнее любопытство. Вот, что-то там специально делать, там, стучать по стволам иногда, чтобы она вылетела и так далее. Надо как-то относиться к этому бережно, ведь мы к ним в гости пришли в лес, и поэтому, собственно, мы вести должны себя достойно. Вот, тем более сова к тому же еще может и проявить агрессию. Она из немногих птиц, которая защищает свое гнездо, причем отчаянно. Вот нам, например, известны случаи. Во время практики, мы хотя это знаем, будучи еще студентами, мы хотим посмотреть, вот у нас такая ситуация была, посмотреть, что находится там в гнезде, там, яйца или уже птенцы, вот, зная повадки совы. Предподаватель нас предупредил и так далее. Мы одели шапку специально, зимнюю шапку, это было весной вообще-то, зная это, да, чтобы на всякий случай. И, естественно, когда исследователь полез наверх, сова сделала то, что должна была сделать. Она сделала выпад для защиты своего гнезда. Вот. Удар, который она делает своими когтями, так, ногами и так далее, достаточно сильной. Если бы не эта шапка, то скальп она точно сняла с головы. Вот. Охота – это важная часть повседневной жизни птиц. И у разных видов могут быть разные методы охоты. Совы, в отличие, например, от большинства дневных хищников, являются засадчиками, так называемые, да. Засадчики отличаются от преследователей. Ну, например, если ястреб, сокол, орлы, они что? В стремительном полёте догоняют свою жертву, хватают её в воздухе, на земле и так далее. То засадчики, как правило, сидят спокойно, они в ожидательную позицию, так сказать, выполняют. То есть они сидят спокойно, и вот таки можно фиксируют, я уже вам говорил, фиксируют потенциально свои жертвы. Будь то летом, будь то зимой, это не имеет значения. И после того, как удобный момент наступает, они просто совершают вот этот вот бросок, вот, резко бросаются на свою жертву, быстро её хватают и таким образом опять уходят на это место, где они сидели, или на другую веточку, чтобы спокойно там эту жертву свою поесть. То есть вот эта вот тактика добывания пищи, засадчиков, скажем так, вот она характерная. То же самое касается, кстати, когда она добывает даже птиц. Ну, например, поскольку они охотятся в сумерках, в это время, как правило, уже многие птицы, вот стаяные, те же самые грачи, вороны, голуби и так далее, они уже в это время садятся как бы на ночь, на ночлежку. Вот, они в стае и так далее. Для совы, в принципе, здесь не составляет огромного труда сделать соответствующий, так сказать, полёт, схватить жертву там, ну и так далее. Тем более, что те, как правило, в ночных сумерках плохо летают, а сова в этом плане ещё достаточно хорошо ориентируется. Вот, и, собственно, вот этим воронам и достается за те обиды, которые, так сказать, они наносят в дневное время для этих сов. Ну, собственно, вот по поводу охоты здесь всё как бы предельно просто. На территории России обитает несколько видов сов, каждый из которых уникален своими способностями и приспособлениями к средеобитаниям. Например, есть неясы, сычи и сычики, а также филины и многие другие. А какие конкретно виды сов проживают на территории Татарстана? Значит, у нас они, если систематически правильно называть, отряд совообразные. Совообразные. Вот. Из этого отряда, повторяю, у нас встречает в Татарстане 12 видов. 12 видов, начиная от крупных представителей. Это, конечно, в первую очередь филин. Филин, в данном случае, вот говорю, это всё-таки крупная птица. Причём у неё размах крыльев может достигать до полутора метров. То есть это большая птица, действительно. Дальше. Дальше у нас более мелкие представители, ну, скажем так, средние. Это неясыти, истребиная сова, ушастая сова и так далее. И самые мелкие представители совообразных – это, конечно, вот сычики, и ещё сова-сплюшка тоже мелкие представители. Они занимают, скажем так, нижние, так сказать, ступени, если мы иерархию в отношении, так сказать, размеров. Дальше. Из этих 12 видов сов хотел бы отметить ещё одну особую сову. Это белая сова. Мы её называем полярной совой, но лучше белая сова всё-таки, которая является для нашего региона прилётной птицей. И птица эта прилетает к нам исключительно на зиму. Летом эта сова в тундре гнездится, а вот как только наступает полярная осень и зима, они потихоньку отлетают в южные области, и в том числе Татарстан входит в зону прилёта во время вот этих вот осенних миграций и зимних, так сказать, пребываний здесь в Татарстане отмечено. Это каждый год. Можно долго петь дифирамбы совом. Какие они красотки, какие у них крылья, какие у них глаза. А ещё они скромняги. За ними довольно сложно наблюдать, потому что птица скрытная. А это, в свою очередь, затрудняет их изучение учёными. Поэтому, внимание, их разыскивают учёные. И на сайте Министерства экологии, это раз, природных ресурсов Республики Татарстан. А лучше всего, а лучше, у нас есть специальные структуры, государственные учреждения. Это государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам. На их сайте есть прямо соответствующая, так сказать, страничка, где можно эту информацию отправить. Даже если вы что-то нечаянно не туда отправите, они там, сотрудники, сделают своё доброе дело, они перешлют в тот отдел, который занимается как раз сбором и систематизацией всего этого материала. И это, конечно, я всегда говорю, это очень даже приветствуется, потому что одно дело работники-лесники, они не могут, так сказать, далеко куда-то ездить, они в пределах своего лесничества, например. Или вот случайно мы ездим там, на практике бываем со студентами, а вот народ-то у нас бывает и в лесах, и летом, и зимой, и лыжники у нас очень часто присылают нам, катаясь на лыжах, как они говорят, вот увидели сову. Вот, особенно вот зимой, это они заметны, листвы-то нет, вот, и если сова сидит, её очень легко, так сказать, распознать, и она ещё долгое время не улетает, позволяет относительно близко, так сказать, подойти к ней. И поэтому это только приветствуется. И я могу только ещё-ещё раз призвать всех, у кого будут такие интересные встречи, вот, поделиться, вот, своими, так сказать, своими впечатлениями и соответствующую информацию прислать или в Госкомитет по биоресурсам, по биоразнообразию, вот. Или же можете обращаться, пожалуйста, к нам, сюда, в университет, к учёным Казанского университета. Это и специалисты нашего зоологического музея, кафедры зоологии и общей биологии, и наша кафедра биоэкологии. Пожалуйста. Встретить сову – истинная удача. Птица, как говорилось ранее, скрытая, предпочитает сумеречное время. Жители России довольно часто встречают сов не только в лесу, на природе, но и в черте города. С вами в городе наблюдаем сов всё чаще и чаще. И это тоже некая тенденция, которая наметилась на протяжении последних десятилетий. Это связано и с общей, так сказать, синтропизацией многих видов птиц. Почему? Потому что город – это ведь достаточно сложная структура. Это место обитания большого количества людей. Здесь у нас, кроме того, что мы живём своей жизнью, ещё есть, так сказать, наши службы, которые как бы обеспечивают нас. И в том числе те же самые свалки, те же самые мусорки, мы их называем, полигоны твёрдобытовых отходов и так далее. Это всё создаётся в результате жизнедеятельности человека. И вот это стало объектом внимания не только, так сказать, ворон, голубей, синантропных видов, но и даже таких вот хищников, как совы. И, естественно, они тянутся на эти полигоны отходов и так далее вслед за потенциальной жертвой. Конечно, на этих свалках и крысы, и мыши. Мы сами наблюдали неоднократно, работая на полигонах, как действительно они становятся там, ну, они живут там прекрасно, они находят себе много чего съестного. И, соответственно, туда подтягиваются и хищники. Ну и, соответственно, там же ещё огромное количество врановых. Вороны, галки, голуби залетают, голуби реже, но вот вороны, галки – это точно. И они тоже становятся потенциальной добычей многих хищников. И в этом отношении, конечно же, город будет притягивать и дальше. И вот в этом плане как раз последние десятилетия подтверждают, что даже такие вот специализированные ночные хищники, как совообразные, тоже тянутся в города и адаптируются к условиям жизни рядом с человеком. Представим классическую ситуацию. Вы гуляли и нашли птицу. Что делать? Если не знаете, то в одном из наших выпусков мы рассказывали об этом. Можете посмотреть. Но с совой и тут-то не всё так просто. Обычно люди спрашивают, что же делать, если мы такую сову найдём. Что делать, если, так сказать, её там досаждают вороны и так далее. Я, конечно, исхожу из принципа рационального решения этого вопроса. Понятно, нам жалко, мне тоже жалко, я тоже хочу взять её и так далее. Но мы должны подумать о том, если мы такую сову принесём домой, сможем ли мы её выходить и выкормить. Выходить я не сомневаюсь. У нас найдётся и йод, у нас найдётся и бинт, скажем так, если нужно перевязать рану и так далее. Но она ведь ещё хочет кушать. Как вы её прокормите? Вы же не будете ей сосиски давать, понимаете? Вот. И поэтому надо очень крепко подумать это для начала. А, во-вторых, правильнее будет, если мы её просто заберём от этих посягательств. Вороны разлетятся, как только, так сказать, вы будете рядом и так далее. Вот. И её куда-нибудь унести подальше и посадить среди веток повыше, например, на какую-нибудь ёлку. То есть там, где хвоя, будет её закрывать, чтобы она немножко хотя бы пришла в себя и окрепла. Вот в этом случае сова тогда придёт в себя и сможет найти себе прикорм какой-нибудь. Те же самые вороны практически вечером они становятся доступными и для них. Многие виды сов находятся под угрозой исчезновения из-за антропогенного воздействия, такого как потеря мест обитания, загрязнение, браконьерство. Вырубка лесов, бережное отношение к совам и их окружению поможет предотвратить их исчезновение и сохранить ценные виды для будущих поколений. При всём том, что я говорю, что их всё чаще и чаще мы видим и в городе и так далее, все виды сов у нас занесены в Красную книгу. Вот. То есть ни один из других отрядов не может с ними в этом плане похвастаться, в том плане, что обладает таким большим набором видов, всё-таки 12 видов – это 12 видов, и они все занесены в Красную книгу. Вот мы сейчас готовим четвёртую издание нашей Красной книги Республики Татарстан. То есть это прошло 40 лет наблюдений, регулярных наблюдений. Красная книга издается каждые 10 лет. Через каждые 10 лет. И вот мы сейчас в 1926 году будем выпускать очередное четвёртое издание Красной книги. Мы постоянно сов включаем в Красную книгу. Хотя вот, например, «Ушастую сову» мы сейчас вот осматриваем вопрос возможности её исключения из Красной книги, потому что действительно она стала не очень редкой, скажем так. Она встречается везде. И вот, например, я наблюдал гнездо ушастой совы на спиленном дереве, большое дерево. Его спилили на высоте примерно трёх метров. Ствола нет, оно сгнило, его просто спилили. И там образовалась, вероятно, ямка среди деревни. Это в Балтасинском районе. Буквально люди ходят, животные, ну, середина деревни, другого места не подберёшь. Просто в саду около речки вот спилили, и вот они успешно там гнездились. Вот. И в этом отношении, конечно же, совы в любом случае уязвимы. Уязвимы, и поэтому мы без всяких сомнений включили их в Красную книгу, потому что в любом случае нужно к ним относиться осторожно, бережно и так далее. И поэтому будем надеяться, что то, что вот они в Красной книге, ну, собственно, мы на этом уже убедились, создаст именно предпосылки, чтобы ещё стало их больше, чтобы они обрели у нас, скажем так, покой в наших лесах и так далее. И мы ими, так сказать, любовались и знали, что они рядом с нами и помогают нам в борьбе со многими мышевидными грузинами. Подводя итог, хочется сказать, что все птицы на нашей планете прекрасны, умны и уникальны по-своему. Но главное, не стоит забывать, что Совы не то, чем они кажутся. На этом наш выпуск завершён. Где-то тут, как всегда, ссылка на наши социальные сети, где вы можете задать вопрос или предложить тему. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok